здравствуйте уважаемые коллеги тогда давайте начнем наверное не будем ждать кто подключится то будут присоединяться и по ходу если будут вопросы будут спрашивать меня зовут ситахмет важен от маратов на я работаю назарбаев интеллектуальной школе города усть каменогорск работаю в качестве учителя информатики также я являюсь старшим преподавателем кафедры компьютерного моделирования информационных технологий и сейчас я прошла обучение в докторантуре защитила докторскую являясь доктором phd по специальности информационной системы көрметті артистер сіздер мен танысы бөттен менің аты жөнім ситахмет важен от маратына назарбаев азиаткерлік меккебінің информатика пәнустазы және аман жолы университетін аға оқытушы болып есет келемін қазыртан да мен информатикадан сабақ беріп және университетті жұмыс жасап жатырман көптеген сұраныстар бойынша сандық білімберу сабақта сандық білімберу ресурстарды қолдану деген тақырып бойынша осында ишағын мастер-класс деп айтуға келмейтін жарет көні сіздермен жұмыс деген ұңғайсыздау бөт енді презентация форматында өз тәжірбе мен джангадан шығып жатқан цыфырлық білімберу ресурстар мен бөзісу мақсатында сіздерге қослы бутырман уважаемые коллеги, тема сегойнішній встрече, так скажем, звучит цифровые образовательные ресурсы на уроках я буду, ну, по возможности на двух языках, да, потому что здесь двоязычная аудитория у нас сейчас я хочу попробовать продемонстрировать экран, если не будет видно, то вы можете сказать сейчас так так-так-так субедина, да, коллеги? Да, да, да. Чергие-пеце-пецептессын Тек қана, мұсалышын, цифровых білімбер ресурстарын қолданыу немесе сабақта компьютермен жұмыршар сапжатсақ біз цифровых білімбер ортасын қолдандық дейміз ол толық дұрыс шауап ол весеп келмейді оны цифровых білімбер ортасы дегеніміз жалпы ғ plaintеген оқты өрдісінде оқушы мен мұғалым арасындағы Крым-катнасты дженгелдету мақсатында Иқпал ететін барлық жағдайяттарды Сыфырлық білімберу ортасы дейміз Оган, мысал, тек қана ресурсы таржатпай Оган, жалпы, кабинеттің жабдықталуы Сабақта қолданылатын Эртүрлі интерактивті тапсырмалар, ойындар Оданген муғалимның өзінің Сыфырлық білімберу Сыфырлық қызуреттіліктенге Оқушылардың сыфырлық сауаттылығы Жалпы мектептің ішіндегі әртүрлі сыфырлық білімберуге бағытталған Зоналарын жабдықталуы әртүрлі мультимедиалық ресурстаре Осын барлығы қосылып келет Сыфырлық білімберу ортасын құрайды Уажаймын коллеги, цифровой образоватны ресурсы Это один из инструментов для того, чтобы качественно, эффективно организовать урок Но это не является требованием к тому, что обязательно на каждом уроке Нужно использовать какие-то цифровые образовательные ресурсы То есть это только, и хочу сказать, что это только инструмент, которым учитель должен эффективно пользоваться Только использовать для пользы, если соответствует целям урока Когда мы анализируем, ходим по школам, смотрим различные открытые уроки То понимаем, что учителя хотят, стараются использовать большое количество этих цифровых образовательных инструментов Каких-то ресурсов Но не совсем задумывается над тем, нужно ли это на этом уроке Насколько вот этот ресурс соответствует уровню учащихся Насколько это способствует реализации цели урока И вот, конечно, мы пропагандируем именно осознанное использование цифровых ресурсов Не просто использование как цель, а использование как инструмента Если здесь участвует администрация школы То тоже вот иногда большое допущение у администрации школ Когда начинают оценивать деятельность учителя Только по тому, как учитель умеет использовать цифровые образовательные ресурсы Какие он использует Может быть, какие-то новые нашел и использует Но не совсем понятно, именно нужно ли это было использовать на этом уроке Может быть, урок без цифровых образовательных ресурсов Был бы намного полезен и эффективен для учащихся Здесь вот надо это иметь в виду Что вы в фокусе держите именно цель обучения, цель урока И в фокусе держите уровень учащихся Их уровень использования этих цифровых ресурсов Это будет очень отличаться в начальной школе В среднем звене, в старшем звене Вот это хотела на начало отметить Конечно, польза цифровых образовательных ресурсов на уроках Она очень большая Если их умело использовать, эти образовательные ресурсы То можно превратить урок в что-то увлекательное Почему мы говорим, что первое – это повышение уровня вовлеченности учеников Сейчас я здесь хочу сказать, на казахском языке, что Казыргы таңдан оқушылардың қызық ошылықтары өте гаджеттарға өте байланысты оларды телефоннан, біз телефонды мектепте запрещайм использовать, колдан оға болмай деп, дегенмен бұл телефон гаджеттарға өте жақын сонтан да егер сабақта интерактивті тапсырмаларды осында телефон әркөлі, ноутбук әркөлі, 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 әелі әкенші третій подход третья польза вторая польза индивидіализация образовательного процесса, мы очень часто говорим, да, что изавуча от вас просит, что нужен индивидіальный подход, нужен персонализированный подход И не совсем понятно, когда на элементарном уровне это какие-то дифференцированные задания по сложности, это самый элементарный уровень. А уровень намного выше будет, если вы будете вот эти цифровые образовательные ресурсы использовать для индивидуализации процесса обучения. Может быть группа детей, которые очень хорошо разбираются, хороший уровень цифровой грамотности, им можно предложить такое же задание, если вы в текстовом формате предложите одной группе, можно другой группе предложить уже с использованием цифровых ресурсов. Если у ребенка достаточно хорошо развиты цифровые навыки, это тоже можно использовать как инструмент индивидуализации или персонализации. Также существует очень много ресурсов, в которых ребенок сам выбирает себе задание, может выбрать задание по уровню сложности, по уровню интереса, например, визуально, аудиально, медиа, информацию и так далее. То есть каким-то образом использование цифровых ресурсов будет влиять на индивидуализацию. Улучшение понимания сложной концепции. Здесь я хочу сказать, что сейчас у нас в школе пробирается один из методов, метод синтезирования информации. Вы знаете, что дети делятся на аудиалов, визуалов, киноэстетиков, что учителя стараются использовать вот этот тип восприятия материала на своих уроках в качестве персонализации обучения. Сейчас мы используем такой подход, что сейчас же нет детей, чисто аудиалов, чисто визуалов, чисто киноэстетиков, очень сложно найти. В основном аудиовизуальный тип присутствует, плюс еще сейчас очень много киноэстетиков. Именно вот новые поколения детей, которые сейчас к нам приходят, они больше киноэстетики, они любят что-то делать руками, они любят использовать подручные материалы, чтобы что-то сконструировать. Особенно дети, которые увлекаются робототехникой и так далее. И вот у нас сейчас проводится такой эксперимент, что мы используем ряд, одна тема, например, изучается с помощью нескольких источников информации разного уровня восприятия. То есть это один и тот же материал, например, если мы изучаем тему компьютерная память в восьмом классе, то детям предоставляется различная визуальная информация, аудиоинформация, предоставляются видеоконтенты какие-то, предоставляются также графики, которые сравнивают, например, человеческий мозг и мозг компьютера. Человеческую память, компьютерную память и так далее. Какие-то сравнительные таблицы различного рода. И с помощью, например, таких образовательных платформ, как Microsoft Teams, у нас используется, либо виртуальные доски, постер, виртуальные постера. Использование вот этих различных материалов и анализы помогает им улучшить понимание сложных концепций. Например, компьютерную память они будут рассматривать не только в контексте, например, предмета информатики, но и в контексте с предметом биологии. Как устроена человеческая память, бывает краткосрочная, бывает долгосрочная память. И как это может быть связано с компьютерной памятью. Как человек смоделировал компьютерную память, смотря на что и так далее. И эти ресурсы нам помогают улучшить понимание сложных концепций. То есть уже метапредметные какие-то навыки развиваются. И сотрудничество и коммуникации, конечно, позволяют учащимся при использовании цифровых образовательных ресурсов. Так, сейчас я хочу открыть сайт, который был создан. Ссылку на сайт я вам отправлю. Пока вот это пробная версия сайта. Сейчас, если экран хорошо виден, сейчас я хочу открыть. Да, вот этот сайт хочу продемонстрировать. Он на следующей неделе заработает в полную меру. Я могу отправить ссылку на этот сайт в организацию Уркен, где они могут вам отправить ссылку. Сайт на русском языке, но готовится перевод на казахский язык. Тут мы хотим постоянно обновлять топовые цифровые ресурсы и нейросети для использования на уроке. Пока что это в работе. Здесь я хочу остановиться на этой теме. Почему нельзя преподавать как раньше? Ну, это понятно, что развивается цифровая экономика. Бренш и фактор был цифровая экономика. Цифровая экономика развивается во всех странах, в том числе и в Казахстане. Да, цифровизируются все слои разных производства, бизнесовая сфера. Ну, все сферы жизни. Мы используем ЕГО, мы даже на КАСПИКИИЗЭТ используем очень много инструментов. Тогда, когда цифровая экономика быстро развивается, нужны дети, которые, выпускники, которые в будущем смогут работать и развивать цифровую экономику. Болошақта, біздің сандық экономикамызды дамытатын, және сол сандық экономика шынде өмір сүре алатын мектептен сондай оқушыларды шығаруымыз керек. Ондай оқушыларды шығару үшін біз өзіміз сондай денгеде сифрлық қызыреттілігіміз сондай денгеде болу керек. Бірінші ден, екінші ден, соны бағлаға бері біліміз ерек. А ол, және көбезайдің көн цифрлық ұрта, қалқта сған кездең анат жүзігі асад ес, өнтен де цифровая экономика был бірінші фактор. Фактор цифровая экономика – это ведущий фактор, который диктует образованию новые такие тренды, что образование должно развивать цифровую образовательную среду, что дети должны развивать цифровые навыки, цифровую грамотность, чтобы потом могли жить и работать в условиях цифровой экономики. И также не только работать, но и её развивать в дальнейшем. Поэтому мы, как учителя, в первую очередь должны думать о перспективе, не то чтобы как вот этот маленький урок свой я провёл, использовал вот это и всё, нет. Если думать шире, то дети, которые сидят перед нами в будущем, они должны будут развивать нашу цифровую экономику. Второй фактор – развитие цифровых технологий. Вы знаете, да, что сейчас очень-очень быстро развиваются цифровые технологии. Буквально вот года два назад не было ещё что такое. Мы не знаем, что такое чат GPT, что такое искусственный интеллект, что такое big data, да, и так далее. А сейчас это всё очень быстро развивается. И школы, честно говоря, не поспевают, да, за теми ресурсами, которые появляются уже. Есть информация, что в течение одной недели уже появляется несколько цифровых образовательных ресурсов, которые можно использовать. Поэтому мы, как учителя информатики, должны следить, да, какие новые цифровые ресурсы появились, как их можно использовать. Это уже каждый учитель может сами спокойно и индивидуально делать. И второй фактор – это цифровое поколение, да. Сейчас вот вы, кто, вы все работаете в школе, вы замечаете, да, что цифра… Сейчас поколение намного отличается от того поколения, которое уже, например, сейчас уже дети у нас седьмой класс, а дети, которые сейчас в начальной школе учатся у вас, например, они очень отличаются. И вот это отличие мы тоже должны использовать на уроке, да, то, что у них клиповое смышление, то, что у них рассеянное внимание, что они нетерпеливы. Но в то же время наблюдаются ещё хорошие плюсы, что они, ну, как бы… У них уже с рождения вот этот вот навык видения цифрового мира, они видят, они ощущают вот этот цифровой мир лучше, чем мы, да. Они могут обрабатывать различные потоки информации, даже если они, например, мои дети, например, в классе, они могут параллельно и аудио включить, параллельно видео смотреть, они могут параллельно и читать какую-то информацию. То есть вот многозадачность у них, ну, врождённые, вот есть многозадачность, потому что они родились именно вперед очень большого потока информации. Вот эти плюсы тоже нам нужно использовать на уроке, да. И поэтому, да, сейчас мы не можем преподавать как раньше, мы должны научиться работать в цифровом мире, да, использовать различные потоки информации для того, чтобы облегчить детям, да, понимание материала. Мы должны использовать различные цифровые ресурсы, но только тогда, когда это необходимо, и когда это в пользу детям. Главное, вот принцип, не навреди, да, не используй много, не используй то, чего ты, в чём ты плохо сама разбираешься, да, не используй то, что может создать дискомфорт детям при понимании вот этой темы, да. Дальше, смотрите, дальше, да. Вот какие цифровые технологии могут повлиять на преподавание, обучение. Мы изучаем эту тему достаточно с научной точки зрения, да, и в зарубежной литературе есть такая модель, модель Самр. Вот эта модель Самр, вы должны как учителя тоже знать, что существует четыре, как бы, этапа или четыре фазы вмешательства цифровых ресурсов, да. Посмотрите, пожалуйста, на первый этап. Первый этап – это подмена, сабститюшн. Когда цифровые технологии просто заменяют традиционные, например, мы можем где-то текст просто набрать в программе Word и предложить детям, да. Вот это самый элементарный, самый элементарный этап внедрения цифровых ресурсов – это подмена, сабститюшн. Он используется у нас, можно сказать, сто процентов используется. Второй этап накопления – augmentation называется. Теперь, когда цифровые технологии, ресурсы становятся инструментом оптимизации в решении учебных задач, да, когда мы используем тот же Кахо, тот же Пликерс, когда используем различные Google формы, да, вот этот этап называется augmentation накопление. Это уже следующий этап. Если вы уже сразу понимаете, да, на каком этапе внедрения информационных ресурсов вы находитесь, и вот когда вы будете анализировать свой урок, например, открытый, да, или будете писать автор, ну, как бы, конспект урока, да, вы уже должны, согласно вот этой модели, вы можете смело написать, что вы используете информационные ресурсы, да, цифровые ресурсы, например, цифровой инструмент на уровне augmentation, на уровне накопления, да. Этот уровень по исследованиям в Казахстане, который проводила компания, да, независимая компания, уровень накопления augmentation используется в 45% учителями, да, уже учителя с этапа подмены перешли на этап накопления. Буквально 11% учителей Казахстана используют modification, третье это, когда уже учителя начинают существенные изменения выносить не только в один определенный урок, но и во весь процесс урока, да. Дальше, третье этапы, модификация, 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 бұл этапты 11% учителян Қазақстанда қолданады екен, бұл өте жақсы жетістік. Модификация кезеңінде, тек қана, жаңағы, жаңағы, плейкерс, кақы өттеп, жеке-жеке бір сабақта бірдеме қолданып, бір ғана приложенен қолданып, өтсеніздер, ол, жаңағы, аугментейшін кезеңінде жүрсіндер, сіздерін денгелеріңіз. А модификация кезеңінде, жаңағы, үлкен технологиялар қолданылады. Мысал үшін, технология перевернутыва класа дейміз, білесістер, флиппит класрум, тұн көрілген сынып, ол кезде, тек қана, бір сабақпен қана шектелмейстер, ол сіздер бір раздел аластыр, сол разделға, өздеріңіз, жаңа, флиппит класрумның видеоларын сүресістер, ол видеоларды жүктейсіздер, жаңа сабақты. Бүкін сабақтарыңыз осы перевернуты класпен жүзеге аса дей, ол моделді сіздер, жақсы бүлетті бөләм. Егер таныс емес болсаңыздер, қазақшада әздесеңіздер, түнкөрілген сынып технологиясы, немесе, флиппит класрум технологиясы, перевернуты сынып технологиясы, депіздесеңіздер, бұл өте қызықты, жаңа, өте тимді технологиян бірін. Сөз екілді смешіні әб үшене, бүліндет ләрнин класрум деп аталаде, бұл ұжы модификашн. Сонғы этап, жаңа, цифрлық білімбелі ресурстарын қолдану этапы, бұл редефинишін деп аталады. Редефинишін. Бұл жерде ұжы, жаңа, цифрлық білімбелі ресурстарын қолдана отырып, бұл көл сіздің бір жылдық жұмысуыңыз, бір жылдық жаңа сабақты үмдастыруыңыз. Толығы мен өзгеретін болса, толығы мен сіз Google Classroomға көш кетсеніз, мысалышы, не? Google Classroomда, мысалышы, барлық материалдар соған салсаңыз, сосияқты. Немесе, толығы мен адаптивная бұченедемізе, адаптив лөнинг деген бар, персонализейшін лөнинг деген бар, Аликс деген платформалар бар. Толығы платформа, Microsoft Teams платформасына, толығы мен сіздің курсыңыз, бір жылдық, мысалышын, сегенісініп қарналған курсыңыз, толығы мен сол платформаға еңгізіліп, сіз офлайн форматпен қатар, онлайн форматта толығы курсыңыз дайын болса, ол redefinition кезеңі, яғни сіз сабаққа толығы мен жаңағы білім беру платформалар арқылы жұмыс жасай аласы деген, бұл соңғы кезең болып есеп келеді. Енді қайтадың презентацияға оралатын болсақ, презентациямызы қайта оралайық, енді сіздерге нақты қандай мешат етіп түрек, бұлай көтеріп тастайық, бұлай жинақтап тастайық, скриттесен, сфердің кетіп түрек, екран көрініп түрек, жақсы олай болатын болса, қазыр сіздерге, қандай бұл беру ресурс тарын, ұсналам я, ұснуға болады, ұважаемы учителя, қочу вам предложить несколько ресурсов, айтан да үстік, ұрғалі пөрде қамп сіздерге, Хочу открыть, показать вам этот ресурс, буквально 5 минут, чтобы общее представление было. Word, Word, NetRu, это российский источник, да, получается, если я не ошибаюсь, сейчас я открою здесь. Вы можете тоже у себя открыть сразу и посмотреть, что за ресурс. Посмотрите, пожалуйста, здесь есть несколько, здесь обязательно нужно зарегистрироваться, регистрация очень легкая, wordworld.netru, да, в главной странице вам доступны различные виды шаблонов, да, вы можете, все вот эти шаблоны доступны в бесплатном варианте, да, вы можете нажать на любой из них, например, и создать свой. Сейчас я зайду в свой аккаунт, да, так, зайду сейчас, хочу здесь еще показать интерфейс, смотрите, главная страница функции, мои занятия здесь, вы, то, что вы создали какое-то занятие, какой-то ресурс отображается здесь, да, здесь я могу нажать создать занятие и выбрать любой шаблон, да. Вообще, учителя любят случайное колесо выбирают, а в основном, посмотрите, пожалуйста, здесь можно выбрать, скажем, написать, например, компьютерная память, да, компьютерная память, это у вас будет тема задания, да, или тема урока или так далее. Здесь вы можете набрать, ну, скажем, например, что такое процессор, да, что такое, здесь, кстати, можно писать и на казахском языке, что такое компьютер, да, здесь еще что-то, я просто вот так вот сделаю, еще какие-то вопросы, особенно вот этот шаблон, да, да. Смотрите, коллеги, получается, вот он, Wordwall, да, Wordwall, это приложение, да, сайт, который может вам помочь создать бесплатно ресурс, очень быстро создать различные цифровые ресурсы. Для этого вы нажимаете создать занятие, еще раз тогда сделаю, создать занятие. Вы здесь можете выбрать любой вариант, который вам понравится, например, я выбираю случайное колесо, да, для того, чтобы зайти, нужно обязательно зарегистрироваться, регистрация очень легкая идет. Например, здесь пишу тему урока, например, компьютерная память, да, компьютерная память, здесь, например, вопросы, да, что такое процессор и так далее, не буду здесь останавливаться, вы можете любые-любые вопросы. Здесь можно дополнить элементы, да, например, и также добавить, добавить элементы. Дальше вы идете на, нажимаете выполнено вкладку, и уже система автоматически генерирует ваше задание, да, случайное колесо. Если вы посмотрите, да, вот здесь уже вы видите, да, уже буквально за минуту мы создали такое интересное интерактивное задание. Дети могут раскручивать его и отвечать на тот вопрос, который попадется, да, скажем, вот этот вопрос, да, скажем, первая группа отвечает на этот вопрос, да, возобновить можете, вы дальше можете. Теперь, что самое интересное, смотрите, вот вы вот только один раз ввели, да, какие-то данные вашего задания, да, вы теперь можете его модифицировать, да, правильнее будет сказать, то есть под другие шаблоны, то есть не надо будет заново все вводить, вы уже используете шаблон случайной карты, да. Идет перетасовка, сдать карту, ну, скажем, да, и на карте вот здесь уже будет перетасовка идет, то есть это тоже, ну, можно использовать на уроке, да, сдается карта, да, первой группе задания, что такое память, да. Также можно и анаграмму сделать, скажем, вот так вот. Анаграмма особенно используется, когда нужно создать цепочку, да, да, когда нужно, например, ввести новую тему, да, и они, как бы, дети могут вот так вот правильно ввести. Понятно, да, как можно использовать. Здесь очень много шаблонов, уважаемые учителя, можете использовать любой шаблон. И потом, теперь еще, смотрите, уже создано 68 миллионов ресурсов, да. Сейчас я хотела вам показать, так, если я не забыла, мы обычно сами создаем, но здесь также можно найти, например, где же это было, где же это было. Мои занятия, кажется, да. А, вот здесь, а здесь только мои занятия функции. Где-то здесь есть поисковик, в котором, коллеги, можно найти, здесь только мои результаты, да, получается, где можно найти, задать тему, да, и вы можете найти. А, здесь вот так кажется сейчас, если я не ошибаюсь, вот это вот нажмем, откройте поле, примеры, да, вот здесь видите, вы можете найти множество примеров создания, да, здесь. Так, 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 так. Что-то не получается у меня найти. Главная страница была или там. Где-то, вот здесь нужно покопаться в интерфейсе, да, где-то, где-то есть, где-то есть вкладка, в котором вы просто можете ввести тему компьютерная память, да, и вам, и вам система просто подберет те готовые ресурсы, которые уже делали учителя. Это мы тоже, это тоже можно использовать, да. Так, понятно, хорошо, давайте перейдем к следующему ресурсу. Следующий ресурс называется онлайн-тестпад.com.ru, тоже бесплатный, достаточно, он немножко уже более продвинутый. Так, это вот бесплатный многофункциональный сервис для проведения тестирования и обучения. Что хорошо, этот конструктор тестов, он не только тесты делает, но и различные задания. Смотрите, в интерфейсе есть уже вкладка тесты, опросы можно проводить, кроссворды, можно делать диалоги, а можно полностью весь урок смоделировать с помощью вот этого тестпада, да. Здесь тоже есть регистрация, достаточно она простая. Сейчас, если я здесь проверю регистрацию, вы можете зарегистрироваться. Да, я здесь уже стою, как бы уже у меня аккаунт создан сейчас. Что хорошо, хромит арктистер, здесь есть казахский шрифт, то есть можно полностью интерфейс сделать на казахском, и полностью можно на казахском задании тесты готовить. Давайте нажмем на тесты. Смотрите, на тесты. Вот мы недавно делали с детьми такое задание, Жангл Паштар. Спокойно можно это сделать. Для того, чтобы создать свое задание, вот здесь вот нажимаете на кнопку плюс. Давайте я переключу на русский. Вот здесь вот добавить, либо на казахском. Это будет просто косу депту. Добавляете косу и выбираете. Мы зашли во вкладку тесты, коллеги, и поэтому здесь есть три вида теста. Выбираем образовательный тест, добавляем косу. А название теста, например, компьютерная память. Я просто комп напишу. Косу, да? Добавляете. И вот здесь уже ссылка на ваш тест уже создана. Статус теста пока что закрытый. Да? Вы можете использовать карточка теста. И чтобы здесь добавить задание, вы дальше... Здесь просто написано, количество вопросов нету. Количество детей, которые прошли тест, пока еще нету. Теперь, чтобы создать тест, вы переходите сюда. Образовательный тест.